Всем привет! Днепр на связи, 11.50, 28 июля. Ну что, друзья, ну и ночку нам удалось пережить. Это было что-то с чем-то давно, подобного я не помню. У меня рабочая ночь тоже выдалась такая себе, сложная, промок, капитально. Сейчас горло побаливает, но надеюсь отпустит без последствий. Что, собственно, друзья, у нас произошло? Изначально, ну лично я наблюдал со стороны Каменского, молния за молнией, грома еще не слышал. Там просто такие были раскаты, как выяснилось. Сумасшедшая буря началась оттуда, выпал град, кое-где размером со спелую сливу, кое-где размером с две спелых сливы, спасибо, что не размером с арбуз. Ну и потом это все дело двинулось на Днепр. Просто сумасшедшие последствия. С утра, почему поздно, там, ну, поздно, в принципе, после работы пришел домой, поспать не удалось. По просьбе знакомого там съехались в Диевку, помочь разгребсти последствия ночи. Жаль мне, друзья, села, камеры не было, телефон сел. Ну, я думаю, видео в сети достаточно, там просто труба. Град, людям огороды побило, там все в шоке. Дома, стекла градом побило, фасады градом побило, крыши, друзья, крыши пробило просто. У людей потопы в домах, лило потом всю ночь. Ой, ну, деревья лежат, повалены столбы электропередач, причем не просто, ну, бетонные столбы, бетонные. Все, так, ну, труба. Говорят, что в области более полторы тысячи трансформаторов повыбивало. В некоторой молнии били, кстати. В городе очень много домов, в которые попала молния. Раскаты были сумасшедшие. Плюс фура сгорела на трассе, молния попала. Еще там трансформаторные будки молнии били. Множество, ну, некоторые районы без света остались следствия обрыва линии электропередач по городу. И в центре, и в пригороде просто провода повырывало, повыбивало. А, ну, у нас на районе, вот, спросил, свет пропал буквально там на 30 секунд, мигал периодически. Но, все выдержало, аппаратура, скажем так, выдержала. Ну, в общем, друзья, с полдесятого, да, где-то, по-моему, у нас, и часа два творилось полнейшее вакханалие. Опять же, ливневки не справились, воды в некоторых районах, да, если не во всех. У нас тут, мне фотки скинули, я вам фото в сообществе потом выставлю. Там, где мы обычно вот дорогу переходим с вами. Ну, где-то, я не знаю, метр, может, полтора воды было. Машины глохли, понятное дело, там, свечи заливало. И так далее. В общем, последствия просто чумачечие. Вот, что я вам скажу. Ну, не обошлось и без взрывов, вследствие работы ПВО. Но, где-то хорошо, это можно сказать, мы не слышали из-за грома, из-за бури. Тревога была вечером, где-то, по-моему, в 22 с копейками началась. Официальное приложение, вот это, сирены Днепр, не сработало. То есть, официально тревогу вроде как и не объявили. Но беспилотники умудрились в Запорожской области долететь практически до нашего города. И ПВО работало уже в пригороде. Но на это никто не обратил внимания, так как взрывочатые молнии и гром, все это было, никто на это не обратил внимания. В Запорожье точно такая же ситуация. Сначала в области, затем над самим городом летали беспилотники. А затем еще и по пригороду Запорожья был обстрел ракетами. И мало того, вчера вечером по Запорожью прилетела ракета. Сказали без жертв, официально места не назвали. Ну, неофициально, по одному из достаточно серьезных и известных предприятий прилетел. Как бы указали на то, что спасатели... Все службы сразу выехали на место ликвидировать последствия прилета. Вот такие, друзья, дела. И на сегодня, ну, дождик, он не прекращается. К вечеру вновь обещают грозу. На завтра уже солнце, жара. Ну, в принципе, хорошо, что это вот в будние дни. Обычно на выходные все это происходит. В принципе, буря-то в будние дни пришла. Ну, вы знаете, в принципе, знали, что буря идет. Потому что в Киев, Одесса там уже плавало все, затапливало. Ну, когда, знаете, смотришь где-то на видео, думаешь, да ну, это далеко. Это не у нас. Со многими вещами, в принципе, так. Смотришь и думаешь, ну, далековато, но не у нас. А потом беда приходит в твой дом. Вот такие, друзья, пирои. Последствия. Куча машин побита. Где градом, где деревья попадали. Просто вдавленные крыши автомобили, стекла повылетали. Деревья падали на мафы. Ну, небольшие такие магазинчики. Полностью их там сметало все. Я не скажу, что деревья, знаете, какой-то сухостой еще что-то. Это просто здоровое, мощное дерево, которое выламывается с корнем. Причем вот лежит потом асфальт. В некоторых районах и без того ситуация была у нас с тротуарами плачевная. А сейчас вот, ну, вчера ночью там видео смотрел. В некоторых районах и ту брусчатку посрывало, что была остатки, все поплыло. Ну, то есть там просто труба, труба, друзья. Какие последствия? Долго их будут разгребать, это факт. Ну, не только в городе, в области такая же ситуация. То есть там достаточно много всего у нас трапилось. Ну, несмотря ни на что, друзья. Не унываем, не падаем духом. Всем хорошего дня, благоприятного. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Всякая природа, природа, всякая погода, благодать. У нас вот такая вот погодка этой ночью выдалась. Говорю, что есть и плюс. Так бы писали все взрывы. В пригороде страшно. А так из-за грома и не было понятно, что это взрывы и так далее. Ну, вот сегодня нормально, идет дождик небольшой. Можно даже без зонта на улице там идти и не париться. Это мелкие. Но то, что было ночью, ух. Да, ночка еще та. Все, друзья, всем добра. Пойду завтракать, то ли обедать, то ли как получится. Ну, конечно, всем тем, у кого пострадали. Пострадало имущество, огород и так далее, урожай. Держитесь, крепитесь. Видите, что такой подарок нам принесла матушка природа. Очень знакомый. Он просто там в такую депрессию впал, что мама не горюй. На этом огороде там каждый день то-се. Все, и такая вот печалька. Все, всем приятного дня.